Всем доброе утро! У нас сегодня суббота, и мы едем на Тэквондо, уже не сегодня очередное тестирование на пояс. Он сейчас в зеленом, а нужно получить синий. Но сегодня только тестирование, результаты будут во вторник. Что я еще хотела рассказать, что каждый год последние выходные перед школой, три дня, штат Техас продает товары для школы и одежду без налога на продажу. У нас это 8,25%. У нас как бы все есть, там Женя одежду не докупили. Но у нас нет времени на выходных ездить по констоварам. Я думаю, что там уже почти все будет разобрано по опыту прошлых лет. Но точно так же, как можно в магазинах без процентов купить, можно и онлайн купить. Поэтому я, наверное, вечерком сяду, посмотрю, может, Женя брюки, рубашку. Может, какие-то карандаши я докуплю, потому что на Walmart онлайн. Может, там каждый год, где-то со второй половины года, учителя просят там, как это, поделиться констоварами, карандашами. Потом есть деньги благодарения, где тоже суплайсы, констовары всякие можно носить учителям. Поэтому, наверное, можно что-то посмотреть, пока 8% минус не будет налогов. Вот, так что вот такие вот вещи. Наш, ты командист. Поздравлять за что? Все достанное событие. Так что сделать праздничную жизнь для того, чтобы вас понравились, смотрите. Звучить это еще раз. Теперь вам нужно помочь. Ах! Да, здесь, у вас! На вашей акции... Открыть доски. Открыть доски. Открыть динамы. Открыть доски. Открыть доски. Открыть доски. Открыть доски. Открыть доски. Спасибо. Я в предыдущих видео рассказывала, что Алиса ходила на кемпинг, но летний лагерь, где они лепили из глины, но не показала, что они слепили. Это не столько было много грибочков, это то, что из маленьких кусочков тоненьких глины лепится. Чуть позже потом пойду покажу, что из больших кусков они лепили. Там она сделала тарелку и крошку. Это вот у нее подставочки. И сколько? 15 грибов? Не один. Десять. Думаю, девять. Они лепили из глины, потом запекали в печке, учительница запекала, потом они раскрашивали, потом еще раз в печке запекали. И вот такая тарелочка. И такая крошечка. Это было не гончарное, не на круге лепили, а просто из глины. И вот туда можно пользоваться. Мыть посудомойки. Их метроволновку можно сделать. Только надо будет так аккуратно доставать, чтобы идет горячая. Так что у нас такая, думаю, крошечка есть и тарелочка. Всем семейством приехали в Таргет. Алиса будет делать шопинг. Хотя мы уже все купили, даже если мы все купили. Я очень много сюда заказала, чего не хватает. В Джесси Пэйне, Волмарте. Пока было три дня без налогов для школьников все. Вот. И уже, в принципе, больше ничего не надо покупать. Ну, просто походим вдруг что-нибудь. Увидим, чего мы купили. Вот. И Жене надо будет проверить зрение оптометриста. и подобрать, сделать новые очки у него. Ну, все нормально, но мы просто решили сделать контрольный такой осмотр. Вот. Так что. А потом решили сходить в кафешку пообедать. Уже последние денечки перед школой, чтобы детям как-то отметить. Вот. А вечером пойдем на день открытые двери в школу. Мы здесь, кстати, расставочки заказывали. Правда, у него право немножко там отвалилось, но он сам ее починил. А Женю сейчас куда-то туда отправят. Тут окажется оптометрист с обратной стороны. Ладно, мы, наверное, не пойдем с тобой, Лиз, да? А, подожди. Так вот, получается, спарковка. Оптометрист вот отсюда. А мы заходили через оптику. Вот через, ну, где продают очки. Ладно, мы тогда не будем мешать. Пойдем с Алисой и зайдем опять внутрь. Пойдем и пока с Алисой дадим Женю на майку одну, которую я ему тогда в Таргете покупала. Ему не понравилось с рисунком. А я не увидела, что на спине рисунок. А он, короче, сказал, что ему не нравится уже с принтами. Всякими мультяшными. Что не надо однотонные, простые. Ничего из одежды уже нет особо. Особенно на Женю ни брюк, ни рубашек. Хорошо, что онлайн заказала. По три штуки штанов и рубашек. Будем выбирать, что подойдет по размеру, по фасону. Вот мы уже с Алисой вышли. А тут как раз Женя с папой освободились. Сейчас мы уберем Женю оправу. По зрению нет никаких изменений в худшую сторону. У Женю немножко уже расшатаны старое оправа и подцарапаны стекла. Поэтому мы решили все-таки новые очки заказать. Нам посчитали с хамелеонами. 250 где-то получается оправа с линзами. Но мы, наверное, сейчас съездим еще в Костка. Попробуем посчитать, сколько нам там скажут. И решим, что мы будем брать. Все дороги ведут в Костка. Еще, может, пробегусь немножко, посмотрю. Может, чего докуплю домой. Здесь, конечно, намного хуже, чем в Таргете. Даже, вот, похоже бы, то, что Жене там понравилось. Здесь вообще нет. Но очень странно, что нам сказали там в Таргете, что не подкрывается страховка очки. Хотя, вижу, в детской страховке есть. Ярослав сейчас открыл, смотрит. Еще 130 долларов должно покрыться. Остальное 45 процентов, что-то такое. А нам сказали, что не покрывается. Не понятно, короче. Ну, вот, Жень. А, эти маленькие будут 52, которые какие-нибудь очки. Посмотри, тут что-нибудь. Нет. Мне тут ничего не нравится. Ну, из Костка мы вышли почти с пустыми руками. Купили тут немножко фруктов, хлеба, сон. Ну, мы сегодня не настраивались на Костку, поэтому нормально. Уже хотела посмотреть, что Жене майки однотонные. Бывают в Костках хорошие. Такие наборы открыли в одном. По хорошей ценам. И как раз без ничего. Но уже все, ничего вообще летнего не осталось. Одни уже байки, кофты, штаны теплые на флисе. Вот. Сейчас смотряемся в Таргет. Заказываем очки. И поедем обедать. У нас есть купон. Еще Лисе в школе давали на бесплатный бургер. Вот. Mighty Fine. Так мы сейчас вот сюда и приехали обедать. Как раз купон заканчивается в конце октября, поэтому мы решили. Тут возле Таргета он есть. Пойдем сюда и пообедаем. Вы в очереди стоите или выбираете? Мы поели. Пока ели. Ярослава позвонила. Менеджер. Где мы заказывали Жене очки. Он сказал, что он бил нашу страховку. И да, применилась скидка еще стоит 30 долларов. Ну, сколько страховая покрывает. Сказал подойти. Он пересчитает. Ну, то есть, получается, где-то 120 ему очки будут. Вот. Пока мы с вами не захотели туда ехать. И мы, пока папа поехал в Таргет, мы решили зайти в Таргет. Осень. Хэллоуин в полном разгаре. Чего только нету. Всякого разного. Какая красивая. Конечно, дешевая. Но... Так. А я в себе просто пакетов набрала с пупоркой для отправки посылок. Вот такие красивые, кажется, эти. Сынчики. Конечно, качество, наверное, просто прожареет. Ну, что за доллар хотите? Тем не менее. Ну, мы уже приехали в школу. Конечно, пропагация почти нереальная. Нам, конечно, повезло. Мы так стали, что стали возле школы. Так очень много людей. Милиция, полиция. Милиция. Обычно, чтобы разгрузить поток людей, делают того, у кого фамилия в другое время. Ну, мы почти приехали в свое время, посерединке между одним и вторым временем. Надо еще вот зайти в Петей, забрать констовар, который мы заказывали еще весной. Я за них заплатила 60 долларов, если кому интересно, сколько стоит собрать ребенка в школу. А потом уже идти в класс к учителю. У них математику одна учительница будет вести, а язык будет другая учительница вести. И как классный руководитель главной комнатной Алисы будет у той учителя, которая будет вести English Art. Плей, маркеры, санитензеры, да, салфетки. Пятый класс! Зона отдыха для пятиклассников. Здесь в этом коридоре все пятые классы. Здесь у них и умывания руки, и столики, где они могут на переменку выйти. Сейчас ищем они сенкласс. И что надо написать? Подождите, она там что-то пишет. С линоксом? Нет. А где это линокс? А ты не знаешь, что это линокс? Это линокс. Мы будем ездить на машине, мы взяли вот такие вот шинточки чтобы не вставить на окна, чтобы когда-либо все пригодится, забирать. Иди и делай, что надо. Специальный уголочек, где салфетки для офицеров. Климник со санитазером, который все сюда скатывается. Здесь еще хранятся к ней ящики и туалет в каждом кабинете свой. Сейчас мы в кабинете учительницы, которая будет вести сайенс, а математика еще будет другая вести. А до этого был класс РУМ и учительница. У меня три разных класса по языку, по сайенсу и по математике. Это был кабинет сайенс. Ну, вышли мы со школы. Алис, ну что скажешь, как тебе? Понравились классы? Понравилось. Понравились? В классы учителя математики нас почему-то как бы не пустили. Учительница на коридоре стояла с нами, там поговорила. Ну, такая в возрасте женщина-учительница по математике. Ну, Алиса, математика, я уже говорила, да, будет про этот адванс-класс. Она будет в пятом классе проходить и пятый класс, и полкурса за шестой класс. Вот. Ну, я говорю, я завидую. У нас в пятом классе такого кабинета не было. С подушечками, с книжечками, с игрушечками. Мы уже в пятом классе были в этот, по кабинетам бегали. Здесь, конечно. А еще у меня три разных класса. Три разных класса. Один, да, это виденки, рейтинг и софал студии. Один до математики и один до, это наука. Да. Ну, в здании, потому что в прошлом году были все классы, были основные классы на улице. Но здесь, в этой школе, все четвертые классы на улице, как бы, класс румы. А, ну, как бы, другие арты, физкультура, это все, как бы, в здании. И надо было бегать с улицы в эту столовую. Это та пятая класса уже здесь, в здании. И когда будет на каждый день школа, надо будет вам тут нас оставить, потом еду туда внутрь, потом обойду это в классе. Да, будем здесь высаживать Алису, забирать здесь. Ну, все, подготовительные работы закончились. Еще в среду стартуем учиться. Ну, еще потом 20-го числа Жене надо будет сходить на день открытых дверей. И сейчас едем домой. Встречения Учения Продолжение следует...